я утром стараюсь есть овсяную кашу машинка у меня работает так я сейчас дверь закрою может быть не так будет будем с вами готовить овсяную кашу я стараюсь утром хотя бы пару ложек овсяной каши съесть это очень хорошо для кишечника у меня вот такой алюминиевый ковшик и кашу вот такую мы покупаем я вот буквально готовлю немножко и добавляем всегда столовую ложку льняного семени у нас во всех магазинах продается льняное семя там где крупы продают вот я добавила водички нальем наливаю воды и молока сначала на воде начинаю как только закипит там пару тройку минуточек покипит и добавим молочком еще я добавляю немножко соли всегда немножко посолю ждем ну что уже кипит добавляем молочко лицо мокрое только что льдом протерла все лицо руки ноги и оставляю так скажем талая вода чтобы впиталось очень полезно и про молоко вам хочу сказать молоко в америке пастеризованное все написано органик но пастеризованное в америке существует такой закон что свежее молоко вы не можете купить закон запрещает продажу свежего молока поэтому ну как бы как вам сказать я не могу сказать что она не вкусно это молоко но и сказать что она вкусно я тоже не могу потому что я конечно много раз пила свежее молоко и мы в детстве в белоруссии в деревне вообще с кружками подбегали когда у моих родственников моих бабушек и дедушек коров не было но у нас рядом жили родственники и мы постоянно там у них ошивались детьми когда были я и брат и и вот корова когда приходила с пастбища и и до или и мы с кружками все дети выстраивались в очередь и нам наливали парное молоко но она была гораздо вкуснее мне больше нравилось когда она на следующий день постоит например там в погребе остынет и такое холодненькое такое было вкусное и на ужин я помню сидим ужинаем просто картофельное пюре картошка в белоруссии вот в детстве в моем она была такой вкусной я больше никогда нигде не покупала такой картошки она была настолько крахмальная и вкусная что вот ее просто отваривали делали пюре и с молоком мы ели вот это пюре наедались от пузо потом встать не могли из-за стола потому что было вкусно а мы целый день бегали голодные ну как бы после обеда обед у нас где-то был с часу до двух а ужин часов в семь вечера и мы там набегаемся по деревне детьми прибегаем к ужину такая была вкуснятина и в америке вы знаете я думаю что из-за того что все молоко должно быть пастеризованным американцы не производят вкусных сыров я честно говоря не знаю что за кто производит сыр гауда в америке его называют гуда гуда сыр мой муж его покупает он его любит я один раз попробовала для меня он какой-то кисловатый я не очень его люблю но в америке как бы большой проблемы с этим нет потому что в америке вы можете купить черта с рогами здесь со всех стран все это привозится импорт много французских сыров я люблю покупать сыр бри французские и покупаю я испанский сыр овечьей я вам потом как-нибудь покажу этот овечье сыр у нас просто сейчас есть небольшой кусочек но этикетка с него уже снята я вам покажу как он выглядит мы в костка покупаем абрисыр бри но он конечно нахвален я не знаю что по какой там он сделан технологии но наши плавленные сыры вот в россии когда мы ели там я даже не знаю хохланд или господи уже забыла такие были по моему из финляндии сыры плавленые ну это один-в-один плавленые сырочки всякие мне напоминают вот бри один-в-один вот а испанский сыр который овечье мы покупаем я настолько люблю этот сыр после него во рту остается классная классная такое послевкусие обычно после сыра во рту неприятный такой вкус остается овечье сыр вот этот испанский очень приятный такой вот ну что каша моя готова и я ем кашу обычно с какими-нибудь фруктами очень кстати вкусно яблоко просто яблоко покрошить в тарелочку но у нас всегда в доме есть голубика мы покупаем в костка так что я сейчас ее помою и положу вот положила не знаю видно не видно на дно полностью закрыла дно голубикой теперь кашку я люблю такую жидкую кашу и сейчас еще с вами своим кофе йог я недавно онлайн похвастаюсь вам заказала вот такую турку она тяжелая такая тяжелая турка и внутри это серебро купила я ее прямо в турции напрямую компания компания где-то у меня мешочек от них еще оставался поищу потом если что покажу сверху она такая медная внутри настоящее серебро и она тяжелая и толстые такие края до заказала я ее онлайн компания находится в турции стоит она 100 долларов там плюс копейки какие-то заодно вам покажу кофе который мы покупаем и я вам его очень-очень рекомендую если вы например живете в америке вот такая упаковка написано от компании starbucks средняя обжарка домашний бренд покупаем их костка и вы знаете мы перепробовали много много разных разных брендов и мы остановились вот на этом кофе потому что он стоит вот эта упаковка что-то 10 долларов что ли или тринадцать долларов как-то так она стоит недорого а кофе очень очень хорошие пробовали мы дорогие сорта покупали ну я вам скажу что все наши знакомые вот эти кофеманы а у нас взять муж дочери питера он поскольку он зарабатывает очень приличные деньги он работает старшим менеджером в банке зарплата у него за год сколько же мне питер говорил ну что-то там двести пятьдесят тысяч долларов что-то такой если я не ошибаюсь или даже немножко больше может быть и 300 тысяч долларов ну приличная очень зарплаты у него очень он топ-менеджер даже он любитель кофе и такой знаете он немножко у нас распальцованный парнишка даже он перешел вот на этот кофе потому что платить деньги за точно такой же кофе но дороже покупать смысла-то сами понимаете нет так ставлю у нас пересыпан вот сюда этот кофе и вот здесь у меня кофемолочка стоит чтобы звук такой сейчас будет не очень так я уже вот смолола и у меня получилось столовая ложка примерно кофе вы знаете что американцы пьют не крепкий кофе вот в европе я не знаю там в турции они очень крепкий кофе пьют американцы заваривают такой бледненький поэтому они пьют его целый день и большими чашками крепкий кофе вы не сможете так много выпить так джест вам а я и воду наливаю холодную воду и немножко места я оставила я размешаю чтобы поднималась пенка размешаю и ставим на огонь пока мой кофе заваривается я нашла пакетик компания где я купила вот эту турку если кому интересно название компании онлайн просто набираете и там вы увидите всю информацию я оставила себе такой пакетик хорошенький может быть пригодится может быть пригодится аккуратно но я стараюсь да очень мягкими средствами все это мыть она очень маленькая это турочка это на одну небольшую чашку хотя это средняя турка там есть еще меньше размер и есть больше размер я жалею что я не купила больше размер но уже купила эту думаю ладно я пью без сахара просто такой обычный кофе иногда мне надоедает простой пить кофе и тогда я готовлю кофе по эфиопске я вам когда-нибудь покажу как готовить кофе по эфиопске это мы были сан-франциско и один раз зашли завтракать в эфиопское кафе видите пенка знаю видно не видно поднялась пенка сейчас подожду она немножко сядет еще раз поднимется один раз вот мы зашли позавтракать в эфиопское кафе у меня даже есть видео вот она пеночка быстро оседает два раза вот я подняла и все и нам приготовили кофе и мне он так понравился хороший был кофе и чтобы кофеенки кофеенки сюда не попали переливаем вот столько получилось такой вот кофе все эти перейдем с вами на улицу и будем заниматься сначала английским языком и так начинаем урок английского языка пока я буду завтракать буду просто слушать один час слушать английский язык вот открыла страничку меня спрашивали кого смотреть и слушать канал называется рейчелс инглэш и вот этот учитель она американка она вам поставит правильное произношение у нее очень много видео именно на произношение как правильно говорить как понимать и если вы будете постоянно смотреть у нее коротенькие есть видео то вы гораздо лучше начнете понимать именно американский английский также я вам хочу показать но я очень люблю я очень люблю слушать вот этого учителя боб в канаде он из канады но произношение очень похоже на американское и что мне нравится у него у него такие уроки тематические иногда он даже прямые делает трансляции но для тех у кого скажем не начальный английский вот могу вам порекомендовать его я сейчас именно его буду слушать уроки вот допустим возьмем его урок вокруг дома around the house hi bob the canadian here let's learn english around the house и вы можете тоже включить hi bob the canadian here welcome to this video я не знаю как у меня да у меня видите включены субтитры титры чем мне нравится вот именно такие учителя он говорит не как в обычной жизни он четко произносит слова но после его скажем произношение все равно легче понимать потом уже обычную живую речь так что ребятушки выключаю камеру а сама завтракай и